Приветствую вас на канале правильный выбор, в этом видео я расскажу вам о лучших бюджетных и недорогих пылесосах для дома в 23 году. Какие модели пользуются большой популярностью среди покупателей и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда в описании вы найдете ссылки на все пылесосы представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! Наш топ я хочу начать с модели DIRMA DX700. Это вертикальный пылесос, который может порадовать только сухой уборкой. В качестве пылесборника здесь выступает контейнер, объем которого составляет 800 мл. Мощность бесщеточного двигателя равняется 600 Вт, тогда как мощность всасывания достигает 210 Вт. Устройство выполнено преимущественно из пластика и поликарбоната. Одной из его основных особенностей является трехступенчатая фильтрация, которая обеспечивает высокий уровень эффективности очистки воздуха, проходящего через пылесос в процессе уборки. Примечательно, что максимальный уровень шума при уборке может достигать 75 дБ. Высота половой щетки составляет всего 5 см. При этом она может поворачиваться на 90 градусов, что позволяет очищать поверхность как под мебелью, так и вокруг ножек. Этому также способствует длинная ручка. Данная модель питается только от сети, длина сетевого шнура составляет 4,5 метра, а весит пылесос всего 2,2 кг. Кстати, за счет разборной конструкции его без проблем можно использовать для очистки салона автомобиля. В комплект помимо самого прибора входит щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка с ворсом для мебели и труба. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про компактный размер, небольшой вес, эффективность, удобство в использовании, симпатичный дизайн и невысокую стоимость. При этом некоторые владельцы не слишком довольны длинной шнура питания и нередко жалуются на отваливающееся крепление для него. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал правильный выбор и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы не пропускать выход наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет робот-пылесос, который обеспечивает как сухую, так и влажную уборку. Эта модель является оптимальным вариантом для очистки кафеля, паркета, ламината, линолеума, ковролина и так далее. При этом боковые щетки осуществляют сухую уборку, собирая шерсть домашних животных и, например, хлебные крошки. Мощность всасывания составляет 10 ватт при потребляемой мощности прибора 15 ватт. Емкость никель-металл-гидридного аккумулятора составляет 850 мАч. Без подзарядки устройство может проработать от 60 до 80 минут, а для полной зарядки требуется около 4 часов. Интересно, что производитель предусмотрел звуковой сигнал, который оповещает о разряде аккумулятора. В качестве пылесборника здесь выступает обычный контейнер емкостью 220 мл. Максимальный уровень шума может достигать 65 дБ. Вес прибора составляет 1,7 кг. В конце отмечу наличие 4 инфракрасных датчиков, сканирующих область вокруг и микрофильтра, который отвечает за очистку воздуха. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про эффективность, наличие влажной уборки, компактность, приличную автономность, разумную стоимость и высокое качество сборки. В минусы владельцы иногда записывают долгую зарядку, шумноватую работу и малый объем пылесборника. А что вы думаете об этом пылесосе? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий пылесос, о котором я хочу вам рассказать, носит название Jimmy JV51. Этот вертикальный пылесос может осуществлять только сухую уборку. Его потребляемая мощность составляет 400 ватт, в то время как мощность всасывания равняется 115 ватт. В качестве пылесборника здесь выступает контейнер с объемом 500 мл. Сбор пыли осуществляется при помощи системы двойного циклона, а также предусмотрена система против наматывания волос, которая не позволяет забивать контейнер крепкими клубками волос. Для максимальной гигиеничности уборки установлен фильтр HEPA, который задерживает частицы пыли размером до 0,3 мкм. Емкость аккумулятора составляет 15 000 мАч. Максимальное время работы устройства на одном заряде достигает 45 минут, а в турборежиме это время сокращается до 7-8 минут. Для полной зарядки прибора потребуется около 5 часов. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про малый вес, компактный размер, хорошую автономность, приличную стоимость, комплектацию и удобство в использовании. В минусы владельцы иногда записывают долгую зарядку и отсутствие индикатора уровня заряда. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди робот-пылесос Kidford KT531, который обеспечивает только сухую уборку. Эта модель не оснащена турбощеткой, что несколько упрощает ее обслуживание. Зато у нее имеются две боковые щетки, что положительно влияет на качество и скорость уборки. Ворс боковых щеток выступает за габариты устройства, что позволяет ему без проблем собирать пыль вдоль плинтусов, диванов, около дверных косяков и других подобных объектов. Прибор укомплектован моющимся пылесборником емкостью 200 миллилитров и фильтром HEPA, который способен задерживать даже мельчайшие частицы пыли, что особенно порадует аллергиков. Также доступны три программы уборки – автоматическая, вдоль стен и в случайном порядке. Такой робот-пылесос является оптимальным вариантом для комфортной уборки паркета, ламината, линолеума и плитки. Его мощность всасывания составляет 15 ватт, а весит устройство 1,75 килограмма. Что же касается никель-металлогидридного аккумулятора, то его емкость равняется 1000 мАч. Максимальное время работы без подзарядки достигает 60 минут, а на полную зарядку требуется около 6 часов. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про разумную стоимость, симпатичный дизайн, компактные размеры относительно тихую работу, простоту и удобство в использовании и хвалят высокое качество уборки. В недостатках же владельцы иногда указывают длительную зарядку, малый объем пылесборника и не самую высокую автономность. Узнать стоимость каждого пылесоса, представленного в нашем рейтинге, можно перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает беспроводной вертикальный пылесос Dream V9. В этой модели применена технология, которая позволяет уменьшить энергопотребление без снижения мощности всасывания. Также есть поддержка технологии SmartCool, которая препятствует износу двигателя и возникновению неисправностей из-за перегрева. Не могу не отметить и 12-конусную циклонную систему пылеулавливания, благодаря которой большая часть даже самых мелких частиц задерживается в контейнере. Данный прибор может порадовать только сухим типом уборки. В качестве пылесборника здесь выступает контейнер емкостью 500 мл. Потребляемая мощность устройства равняется 400 Вт, тогда как мощность всасывания составляет 120 Вт. Максимальное время работы от литий-ионного аккумулятора, емкость которого составляет 2500 мАч, достигает 60 минут, а для полной зарядки требуется около 3,5 часов. Уровень шума при работе составляет 80 дБ, весит пылесос 1,55 кг. В конце хочу отметить роликовую турбощетку, которая за счет своей конструкции одинаково хорошо справляется как с мелким ссором и пылью на кафеле и ламинате, так и с волосами и шерстью животных на ковровых покрытиях. Очистка происходит очень бережно, поэтому потертости и царапины на ламинате и паркете исключены. Что ж касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про удобство в использовании, мощность, простоту в уходе, наличие беспроводной зарядки, небольшой вес, симпатичный внешний вид и маневренность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Предпоследний пылесос, о котором я хочу вам рассказать, носит название Xiaomi Mijia Sweeping Robot G1. Это робот-пылесос, который поддерживает как сухую, так и влажную уборку. Одной из особенностей его конструкции является мягкий бампер, который защищает как корпус самого устройства от столкновения с разными объектами, так и сами объекты от повреждения. Данный прибор можно программировать на уборку по дням недели, что весьма удобно. Он может похвастаться тремя степенями очистки, в том числе наличием фильтра тонкой очистки. Поэтому переживать о том, что в воздухе будут витать мелкие частицы пыли, точно не стоит. Примечательно, что пылесосом можно управлять при помощи смартфона через фирменное приложение. Также имеется поддержка систем умного дома Xiaomi и Яндекс. Объем контейнера для пыли составляет 600 мл, тогда как для воды он равняется 200 мл. Мощность всасывания составляет 25 ватт, а весит прибор 2,8 кг. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про высокое качество уборки, удобство и простоту в использовании, хорошая автономность, разумную стоимость, относительно тихую работу и поддержку систем умного дома. В минусы владельцы иногда записывают то, что пылесос периодически застревает в разных местах и не самое удобное приложение. А завершает наш топ-7 лучших бюджетных и недорогих пылесосов для дома в 2023 году традиционная модель с аквафильтром VTEC VT1833PR. Мощность всасывания данного пылесоса составляет 400 ватт, при максимальной потребляемой мощности 1800 ватт. Объем пылесборника составляет 3,5 литра, для удобства на нем есть индикатор, который показывает уровень его заполненности. Этот прибор может похвастаться пятью ступенями фильтрации и наличием фильтра тонкой очистки. Длина сетевого шнура составляет 5 метров. Для его быстрого сматывания доступна специальная кнопка на корпусе. Весит устройство 7,3 кг. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про удобство в использовании, наличие аквафильтра, высокую мощность, простоту обслуживания, относительно компактный размер и комплектацию. В минусы владельцы иногда записывают шумную работу и короткий сетевой кабель. Большое спасибо за внимание! Напоминаю, что ссылки на все пылесосы, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше всего. А чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok